Это программа Синьюн. Сегодня в гостях у нас директор историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника Пустозерск Елена Меньшакова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас у нас на программе. Мы сегодня будем с вами говорить о создании условий для развития музея Пустозерск. А вот скажите, пожалуйста, какие у вас уже сейчас будут проводиться работы для привлечения туристов, для разработки, может быть, туристического маршрута? Вы знаете, говорить, наверное, о развитии в Пустозерске туризма еще очень рано. Мы говорим сегодня о том, что объект культурного наследия федерального значения Пустозерское городище нужно сделать доступным для посещения, то есть создать условия для развития туризма. На сегодняшний день Пустозерское городище еще нам не передано как объект в правовом поле. У нас есть только земля, это разные вещи с юридической точки зрения. Мы ждем сейчас распоряжение госоргана о передаче вот нам как правоприемнику охранного обязательства, основание которого мы сможем уже проводить работу по сохранению объекта культурного наследия в полном объеме. Что предполагается сделать и какая программа у нас на ближайшее время? Вы знаете, что Пустозерском занимается уже много лет. Существовало несколько концепций развития и Пустозерского городища, и его музеификации. На мой взгляд, приемлем наиболее щадящий, наверное, вариант и сохранения, использования музеификации Пустозерского городища. Кстати, опыт музеификации вообще в условиях мерзлотных памятников, он в нашей стране, его практически нет. То есть с этим Пустозерскому музею придется тоже работать и каким-то образом выстраивать эту всю систему. Ну, во-первых, всем известно, что Пустозерское городище это памятник 15-20 веков фактически, то есть на протяжении такого длительного времени существовал сам город. Вот. Нужно сказать, что на сегодня памятник достаточно большой, там почти 47 гектаров, хотя земли у нас больше чуть-чуть, 626 гектаров. У нас больше, чем памятник Пустозерское городище, у нас есть еще и объекты на Малом Бару, объекты на Гнилоке, то есть достаточно большая территория нам передана. Так вот, памятник ежегодно разрушается паводковыми водами, на него влияет антропогенное воздействие, то есть, естественно, с этим приходится работать. Сегодня часть культурного слоя, вот береговой зоны с восточной стороны, просто сползает в озеро, и в первую очередь нужно предотвратить размывание вот этой части культурного слоя. Нужно проводить именно на этой части, на мой взгляд, охранно-археологические раскопки. Вообще, когда говорят о раскопах в Пустозерске, всегда говорят, вот надо раскопать памятник. Я не сторонник полной раскопки, полного вскрытия памятника, потому что, как правило, археологические раскопки, они разрушают памятник, то есть скрывается культурный слой, а в Пустозерске он 4 с лишним метра, то есть это достаточно большой, большая толщина, большая глубина, и просто из него выбираются все культурно-содержащие, так называемые, да, культурно-содержащие слой, выбираются из него все артефакты. Для нашего музея, для развития музея-заповедника Пустозерск, для представления и показа жизни Пустозерска вскрывать всю территорию в 47 гектаров смысла нет. Это будут однотипные предметы крестьянского быта, да, пусть это будут даже предметы быта высших слоев общества, но они будут однотипными. Конечно, все огромное количество однотипных предметов в музей выставлять нет никакого смысла. Выставляются, как правило, единичные, какие-то уникальные, интересные предметы, которые воздействуют, да, очень хорошо на зрителя. Поэтому, на наш взгляд, необходимо в первую очередь провести археологические раскопки, укрепить берег, предотвратить разрушение Пустозерского кладбища, законсервировать раскопы, которые были заложены еще в 90-е годы Олегом Владимировичем Овсяненьком. Вот это первостепенно, что нужно сделать для того, чтобы предотвратить разрушение культурного слоя. Далее, я считаю, что нужно перейти к другому совершенно виду работ и провести работы, которые не будут касаться непосредственно культурного слоя, провести геофизические работы, которые на местности позволят в зимний период времени при проведении этих работ выявить, какие же объекты сохранились в культурном слое, сопоставить выявленные эти объекты с картами, древними картами Пустозерска, картами-схемами Пустозерского острога, и выявить, где же находился у нас сам острог Пустозерский, что осталось от древних церквей Пустозерской, Богоевленской, Никольской, Преображенской, где располагалась воеводская канцелярия, съезжая изба, где, может быть, располагалась тюрьма и так далее. То есть эти объекты выявить и только после этого прокладывать тропиночную сеть. То есть те дорожки, по которым, собственно говоря, туристы смогут ходить. Потому что если мы это сделаем до проведения таких работ, тогда мы просто можем повредить те объекты, которые находятся в земле. Потому что вытаптывание тропинок, прохождение, да, вы знаете, большого количества людей по, значит, одной территории, оно разрушает культурный слой. Культурный слой в Пустозерске достаточно сложный. Он насыщен органикой. Там навоз перемежеванный, естественно, с землей, с щепой. То есть он достаточно пожароопасен еще. И наша задача будет в том числе предотвращать и ограничить доступы, значит, вот такие очень опасные для городища, да, для культурного слоя. Установить режим посещений для того, чтобы предотвратить разрушение городища и в то же время сделать его объектом показа. И если в этом году, в летний период времени, мы получаем охранные обязательства, то важнейшей работой должны стать, в первую очередь, обозначения границ городища. На сегодняшний день люди, приезжающие туда, в Пустозерск, просто не знают, а где само только городище вообще стоят, обелиски стоят, кресты есть, кладбище. На самом деле, городище это не вся территория Пустозерска. Я уже сказала, это только 47 гектаров. Причем городище стыкуется еще с одним объектом культурного наследия, Пустозерским кладбищем. Кладбище один, которое тоже разрушается, которое тоже нужно предотвратить, разрушение культурного слоя там и каким-то образом тоже консервировать и делать достойным для показа. То есть вот это то, над чем мы сегодня работаем. Работы на памятнике очень много. Работа на памятнике ограничена по времени и ограничена сезоном. Сезон этот у нас летний, и он, как правило, короткий из-за нашей погоды, из-за нашего северного климата. И поэтому, конечно, лето у нас, это один из таких очень серьезных, очень важных периодов в жизни работы музея. То есть на территории Пустозерска там ничего строится, не будет никаких? Там запрещено строительство. Строительство запрещено. То есть это 73-й федеральный закон запрещает всякое строительство на территории Пустозерского городища. Более того, в охранной зоне тоже. То есть это территория, которая определена за пределами самого городища, но служит как бы буферной зоной перед ним. На сегодняшний день по разрешению госоргана за пределами городища, вы знаете, в 2012 году построено два объекта. Они не на капитальном фундаменте. Это часовня и трапезная. Сегодня они принадлежат Наринмарской общине Древле-Православной Поморской Церкви, у которой с нами есть договор, и община предоставляет нам вот эти объекты для проведения наших экскурсий. Мы по разрешению настоятеля можем останавливаться в трапезной, мы поем там чаем наших посетителей, экскурсантов, ну и, естественно, обогреваемся. Проблема состоит в том, что на территории Пустозерска отсутствуют какие-то условия комфортного проживания, если вы хотите так, то есть нет даже туалета на сегодняшний день, то есть это проблема, которую тоже нам придется решать. Это вот к вопросу о развитии туризма, то есть без каких-то элементарных условий развивать туризм просто невозможно. Конечно, очень хотелось бы, чтобы на территории Пустозерска за пределами городища тоже так же появилась вертолетная площадка, потому что вылеты в Пустозерск на вертолетах осуществляются тоже, вы знаете, что это регулярные вылеты, как правило, раз в год на день Пустозерска, это третье воскресенье сентября, мы вывозим туда уроженцев Пустозерска, потомков Пустозерска, проводятся там мероприятия. Конечно, вот каждый раз это сопряжено с выбором новой какой-то территории для посадки вертолета, что тоже небезопасно для самого памятника. А вообще на какие деньги планируется выполнение этих работ? Федеральные будут деньги или какие-то проектные будете писать проекты на федеральный уровень? Ну, мы планируем, конечно, подаваться на федеральные деньги. Кстати, раскопки по территории Пустозерского городища в 2013-2014 году финансировались за счет средств федерального бюджета. Правда, это были очень маленькие, небольшие деньги, нам в пределах 400-500 тысяч выделялось. И, к сожалению, работы эти проводились не в той последовательности, которую озвучила я. То есть это археологи по совершенно своим планам проводили эти работы, что с планами музея не совсем стыковалось, на мой взгляд. Ну, это мое мнение. В этом году ежегодно у нас закладываются деньги, в том числе на проведение археологических раскопок и работ на территории городища по государственной программе Ненецкого автономного округа развития культуры и струизма. В этом году заложены деньги, в том числе, и на аварийные раскопки, на берегу, вот то, что я говорила, да, что раскопать сползший вот этот культурный слой, разрушенный, переотложенный культурный слой. Состоялся конкурс в соответствии с федеральным законодательством. Есть известен у нас уже подрядчик, кто будет выполнять эту работу, это ООО «Северная археология-1». И они приступят к работам в июле месяце. Спасибо вам, Елена Геннадьевна, за интересное интервью. Желаем вам творческих успехов и чтобы все ваши намеченные планы были исполнены.